Под видом массажа оказывали интимные услуги. Сотрудники следственного управления МВД Почувашии завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей республики, организовавших притон, где работали жрицы любви. Следствие полагает, что в криминальный бизнес, где оказывались интимные услуги, были втянуты не менее 17 девушек. Продолжит Егор Алексеев. Операция по задержанию организаторов незаконного бизнеса по оказанию сексуальных услуг прошла в Чебоксарах летом прошлого года. Тогда в неприметный массажный салон сотрудники полиции нагрянули вместе с бойцами СОБР. Визит правоохранителей был тщательно спланирован. Поэтому, ворвавшись в притон, стражи порядка застали и администраторов, и работниц, оказывающих интимные услуги. Была получена оперативная информация о том, что в городе Чебоксары и в городе Новочебоксарск и устраненные лица организовали притон для занятия при институции под видом салона эротического массажа. В ходе проверки полученной информации факт оказания сексуальных услуг за денежное возграждение подтвердился. Как установило следствие, организатором притона являлся 36-летний житель Новочебоксарска. К нелегальному бизнесу он привлек своих знакомых, которые выполняли роли помощников и охранников, контролирующих заведения. Поиском девушек занималась супруга Новочебоксарса, в основном через интернет. Заведение, где кроме массажа можно было получить нечто большее, начало принимать клиентов еще в 2015 году. В организованной группе состояли 7 человек, у каждого были распределены роли. Администраторы встречали гостей, отвечали на звонки, рассказывали про интимные услуги, которые будут оказывать им девушки. Кроме того, брали деньги за услуги и в последующем деньги передавались уже непосредственно организатору, который распределял данные деньги по своему усмотрению. По версии правоохранителей, в занятия проституцией были вовлечены 17 девушек. Следствие по данному факту длилось почти 9 месяцев. Материалы уголовного дела составили 18 томов. Сотрудникам уголовного розыска и следователям был произведен обыск по месту интимсалона, а также местом жительства фигурантов, в ходе которого были изъяты денежные сестра, телефоны, планшеты, а также записи с указанием ежедневной выручки. Организаторы и участники группы сейчас находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд. За организацию и вовлечение в занятия проституцией подсудимым грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжение следует...